Итак, всем доброе время суток. Мое имя Рустам Мухаммед Галеев. Сегодня я решил записать очередное видео вот именно на тему, как работать по приглашению сетевиков в вашу команду. Я уже много записывал вебинаров, много там видеообращений записывал на тему, как это очень просто делать, почему это делать нужно. Но многие говорят, а ты прям покажи, что ты говоришь этим людям. То есть уже, казалось бы, всю схему рассказал ранее, но все равно некоторым людям что-то еще непонятно. Ну давайте начнем с самого начала. Для чего вообще нужны сетевики? Сетевики нужны вам для того, что на сегодня, если вы создаете свой какой-то сетевой проект, свою команду в сетевом проекте, то вам нужны лучшие люди, которые есть только сегодня на рынке труда. А на рынке труда сегодня для сетевого рынка самые лучшие игроки это сетевики. Поэтому здесь я всегда мужчинам сравниваю такой, ну привожу такой пример. Например, если бы вы были главным тренером футбольного клуба Барселона или Реал или Манчестер Юнайтед, вы бы звали бы, скорее всего, наверняка себе самых лучших игроков в команду. Правильно же? Так вот, вот здесь именно то же самое. Вы, по сути, главный тренер команды и вы себе формируете команду на правый фланг, на левый фланг, там, ну если возьмем в какую-то страну, там, чтобы у вас была команда одна, там, на западе вашей страны, на востоке вашей страны, на юге вашей страны, на север вашей страны, чтобы была самая лучшая команда. Так вот, ее лучше формировать именно тоже из сетевиков. И вот я уже вебинар разный рассказывал, да, казалось бы, нам все понятно, но некоторым еще непонятно. Это как в анекдоте, знаете, приезжает новичок на рыбалку и как бы спрашивает бывалых рыбаков, а как рыбачить-то, что делать надо? Ему говорят, так все просто, наливай и пей. Вот, ну вот здесь тоже все просто вроде бы уже рассказал, да, но тем не менее многим непонятно. Так вот, давайте тогда я сейчас вот буду прямо звонить сетевикам, да, со своего мобильника, а вы будете, ну, учиться как это делать, да, кому вот уже непонятно. Ну, для начала, что еще хотелось бы рассказать. Есть сайты, где можно найти базы сетевиков. То есть, это MLM-база, allmlm.ru, ну, MLM-база.ru, сетевики.net, сетевики.biz, портал сетевиков.ru, или .com, не помню, но найдете. То есть, таких вот есть 5-6-7 сайтов, на которых тусуются сетевики. Там есть их вот как в одноклассниках, есть их фотография, есть их телефоны, есть их скайпы, то есть, все, что угодно, а это только звонить, не хочу, называется. Для того, чтобы ему звонить, лучше всего иметь мобильный телефон, потому что мобильный телефон, он все ускоряет. Пока человек на скайпе, там, может, он вечером появится на скайпе, может, он 2-3 дня на скайпе не появится. Лучше всего сразу ему, вот, как бы, звонить на мобильный телефон. Если вы живете, например, в России, то в идеале вам нужно купить телефон, который будет иметь безлимитную связь, ну, или пакет минут, хотя бы, там, 3-4 тысячи минут. Это, если вы живете в России, вам обойдется пакет минут 3 тысячи минут, на всю Россию звонить, на любые операторы, хоть Владивосток, хоть Калининград, разницы нету, хоть на городские телефоны, это обойдется вам примерно в 1700-2000 рублей. Если вы хотите полный безлимит, еще и без роуминга по России, вы можете передвигаться и роуминга не будет, это будет стоить примерно 4000 рублей. То есть это все легко делается, и когда вы будете платить такие деньги за телефон, вы соответственно и работать будете соответствующе. Также это производит впечатление на потенциального новичка, если вы по телефону позвонили и 10 минут с ним поговорили, то ваш потенциальный новичок, сетевик, он подумает, ну значит у вас деньги точно есть, потому что звонить просто так там из Москвы в Владивосток, с одного, например, с МТС на Билайн это будет 8 рублей в минуту, но он примерно знает цены, он соответственно прикинет, что если вы с ним 10 минут поговорили, вы 80 рублей потратили только на него одного, но у вас-то безлимитка, вам какая разница. Вот, поэтому смотрите, я вот сейчас звоню без названия компании, просто чтобы вот именно это обучение адресовано к любым сетевикам, к любым людям, которые именно занимаются таким бизнесом, где нужно строить команды, собирать команды. И так, я сейчас набираю телефон, вот у меня, я открыл сайт allmlm.ru, вот тут есть такой человек, я открыл, Игорь, просто брал первый попавшийся, ничего не выбирал, он живет в городе комсомольство на Амуре. И вот я ему звоню, значит, так, вот таких звонков нужно делать 100 звонков в сутки, если вы хотите успеха. И так, слушаем. Да. Алло, здравствуйте, это Игорь. Здравствуйте, это Игорь. Да. Это звонит Рустам Мухаммедгалеев, вам удобно говорить пару минут? Давайте пару минут, зато у нас сейчас будет совещание, у нас тут 18 часов вечера уже. Все, хорошо, я буквально коротко. Значит, Игорь, я хотел что сказать, я вот тоже сетевик, занимаюсь 12 лет сетевым бизнесом, и сейчас я работаю в новом проекте. У меня наставник, с которым я работаю, зарабатывает 3 миллиона долларов за 3 месяца. И вот я хотел вам сбросить ссылки о нашем проекте, чтобы вы изучили, посмотрели, и потом вместе, соответственно, работать с вами по Комсомольску на Амуре. Вот скажите, интересен вам такой вариант? Да, сбрасывайте. Сейчас, наверное, уже столько сбросили, что я вам хочу. Делать вам, скажите, да, проекты разные есть, но здесь вот именно, видите, у меня наставник очень серьезный, который очень быстро вас, ну, выведет тоже на такие доходы. То есть, смотрите, если он 3 миллиона долларов за квартал зарабатывает, то, скорее всего, мы с вами тоже, наверное, миллион долларов за квартал заработаем. Ну, так вот, если судить, да, чисто условно. Вот, смотрите, у вас здесь скайп есть, значит, IngarBest, правильно, да? Нет, нет, IngarBest. Ага, все, 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 я тогда этот скайп добавлю, и потом на скайп вам все ссылки перешлю, хорошо? Да, да, хорошо, пересылайте. Дело в том, что, видите, у нас разница с вами в каком городе. Но я сейчас нахожусь на Урале, то есть это 2 часа от Москвы. Вот, а значит с вами 25 часов. Вся проблема в том, что вся информация, которая, или типа семинары, еще чего-то, все трактуется по московскому времени, нам дают восточников в 3-4 часа в утро оставаться и что-то слышать нереально вообще как-то. Нет, а мы вот все, что проводим, потом все в записи бывает, вы можете все потом в записи смотреть утром, без проблем. Ну вот, ну, я посмотрю, у нас вообще, да, давайте, пока ничего вам не обещаю, но будет время, я посмотрю, вот, удачи. Добро, хорошо, Игорь. А, блин, как бы меня вышло? Вы как вышли? А я ваши данные нашел на сайте allmln.ru. А, вы читали тот проект, который я участвовал? Да, вот там база сетевиков есть, и вы по проекту InWeb24 зарегистрированы, да. Да, да, да. Вот. Хорошо, Игорь, добро, тогда рад был с вами пообщаться, тогда я вам ссылки все сброшу, и потом еще с вами на связь выйду, там что, на ваши вопросы поотвечать, если вас заинтересует, хорошо? Да, да, хорошо. Ну все, счастливо, до свидания. До свидания. Так, вот. Значит, ну вот, вы видели, да, то есть, все просто здесь звонится, значит, все кратко объяснили, то есть, я, конечно, когда обычно звоню, ну, режиме, я какие-то другие тексты говорю, я название компании своей говорю и так далее, просто сейчас я как бы снимаю это для всех людей, которые занимаются сетевым привлечением, поэтому я не называю компанией там и так далее. А так в целом можно назвать свою компанию, обычно, когда я звоню, я называю свой уровень заработка, чтобы еще и себя дороже продать, а не только своего спонсора, поэтому что вам нужно? Вам нужен безлимитный телефон, вам нужен составить историю о себе красивую, то есть, вы звоните, говорите, я вот такой-то такой, я в бизнесе столько-то лет, я зарабатываю столько-то денег. То есть, как это составить, ваш спонсор вас наверняка научит, но если уж не научит, там, пишите, я вас научу, то есть, это не проблема. Потом, ну вот примеры истории какие, например, в одной из компаний новичок рассказал такую историю, у него спонсор был доллар и миллионер, зарабатывал миллион долларов в год. И вот он, его научил спонсор так говорить, здравствуйте, я работаю там с таким-то, таким-то человеком, мы вместе с ним, ну это с миллионером, мы вместе с ним зарабатываем миллион долларов в год. Но, понимаете, это вот новичок зарабатывал, там, не знаю, 100 долларов в год, условно говоря, а миллионер зарабатывал, там, 990 тысяч долларов, значит, в год. Понимаете, то есть, но звучит, как правда, да, вот я работаю со спонсором, мы с ним зарабатываем миллион долларов в год. То есть, это вторая история, третья, это история вашего спонсора, то есть, вы должны дорого продать своего спонсора, потому что потом, когда человек изучит вашу информацию, ваши ссылки, пароли, явки, вот эти все, очень важно, чтобы вы потом втроем соединились на скайпе, или там по телефону, по безлимитному телефону можно втроем соединяться, разговаривать, и, соответственно, поговорили с этим потенциальным новичком. То есть, в принципе, вот все просто, и поэтому, если вы будете вот таких 100 звонков в сутки делать, у вас будет самая лучшая команда, потому что вот этот человек, которому я сейчас звонил, он наверняка уже Роберта Киасаки прочитал, он уже на тренингах уже был, и его не надо чему-то там учить, чего-то ему там рассказывать, все очень просто. Позвонили, предложили, да, не следующий. Соответственно, вы видели, что он очень позитивно отнесся к этому, а бывает, конечно, что люди скажут, «О, не-не-не, мне ничего не интересует, идите вы нафиг». Ну, тогда вы, человек, тогда вы себя должны успокаивать таким образом, вы должны говорить, ну, этот человек, значит, карму не отработал, пусть карму отрабатывает своей компанией, следующий. Следующий ему предложили, он вас тоже послал, вы говорите, ну, значит, он тоже карму не отработал, пусть карму в своем проекте отрабатывает, следующий. И вот так вот, да, не-не-следующий, да, не-следующий, да, не-следующий, да, не-следующий. И все. Чем больше нет, тем ближе да. Все очень просто, тактика очень простая. И почему вам это не делать? Вы сидите дома, в тепле, значит, никуда ходить не надо, все просто. Это же просто, ну, мечта любого бизнесмена. Вот. Поэтому, что еще хотелось бы сказать здесь? Значит, это я рассказал, рассказал, рассказал. Ну, в принципе, все. То есть, вот, а, вот еще что. Смотрите, когда вот, например, предположим, вот этот, данный человек, Игорь, да, который сейчас, вот, как бы, посмотрит наши ссылки, например, предположим, он в скайпе потом пишет, ой, нет, я не хочу, я передумал там и так далее. Очень важно, чтобы вы с ним подружились в социальных сетях, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке и так далее. И этот Игорь периодически за вами будет, ну, не Игорь, там, кандидат потенциальный, даже если он отказался, он за вами будет потенциально следить в дальнейшем, что с вами происходит в вашей жизни. И если вы будете планомерно развиваться правильно, как вот вас обучает спонсор там или какие-то тренинги будете смотреть, то у вас развитие пойдет очень быстро. И вот он смотрит, ага, вот вы уже отдыхаете в Бразилии, ого, а вот вы уже там через несколько месяцев еще там в Адских Эмиратах отдыхаете, а вот вы еще где-то там поехали, там, с тренингом куда-нибудь в Киев, там, предположим, или в Минск, или там еще куда-то. И он за вами передвижениями наблюдает. Вы же должны все ваши передвижениями, если вы сетевик грамотно, писать все в Твиттер, в Фейсбук и так далее, вот, в Инстаграм. И таким образом он за вами следит. И однажды он думает, ну вот мне же он предлагал с ним работать, и вот видно, что он не врет, как бы, да, движение у него происходит постоянно в ленте новостей в социальной сети. Значит, соответственно, пожалуй, надо с ним работать. И он даже сейчас не согласится, он согласится через пять месяцев с вами работать, через год, потому что вы будете с ним на связи постоянно в социальной сети. Поэтому даже с теми, кто отказывается, кто карму не отработал, как я в шутку говорю, очень важно, что вы дружились в социальных сетях и собирали такую некую базу. Вот. Потом очень важно, чтобы в социальной сети вы обязательно имели хорошую фотографию, хорошую аватарку, ну, желательно в костюме, в галстуке, то есть в бизнес-виз, да. Потом, нужно туда выставить самые лучшие фотографии. Если у вас там нет каких-то там пышных лучших фотографий, но если вы к сетевому бизнесу подходите как бизнесмен, то лучше всего вам проинвестировать в ваше такое вот портфолио, да, в ваши фотографии деньги. То есть вы берете, не знаю, там, кредит в 3000 долларов в банке, это я просто мысли-сус такие говорю, да, как бы я сделал на вашем месте. Садитесь в самолет и летите там, например, по такому маршруту. Прилетаете, например, в Арабские Эмираты, одни с сутки там пофоткались насчет, ну, на достопримечательностях, полетели, значит, в Индию, в Индию прилетели, одни сутки там пофоткались, переночевали в аэропорту, в самолете перелетели в Бангкок. В Бангкоке пофоткались, полетели на Филиппины. И вот так вот сделали такой вояж, 5-6 стран. Вы экономите на гостиницах, значит, экономите на времени, и за неделю вы можете облететь, ну, 5-6 стран, в принципе, и обратно вернуться. Это очень просто. Во-первых, это вы получите удовольствие, адреналин, значит, повысится ваша самооценка, и самое главное, что у вас будут фотографии, фотоотчет в социальной сети в любой. Везде выставляете эти фотки. Вот я, значит, на Филиппинах, вот я в Таиланде, вот я в Индии, вот я в Арабских Эмиратах и так далее. И любой человек, который уже вот послушал ваше видео и заходит на такую вашу вот социальную сеть вас изучить, он видит, что вы не врете. Вот таким образом. И таким образом у вас будет очень быстро подписываться люди, и очень быстро, как в дрожжах, будет расти команда. Ну вот, сегодня я такое видео долго записал, затянул, поэтому на этом я буду завершать. Я был рад с вами пообщаться. Надеюсь, что у нас с вами не последняя встреча. Желаю вам успехов. До свидания.